МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуя Наталья Ихнатенко, глядите у гэтым выпуску. Экономичная ситуация в регионе поляпшается. Об этом не только ишла размова на посаджение Аблова Конкама. Первый снег у Гомеля типа уплывала не характерная для костричника з'ява на дорожную ситуацию. Новый учебный сезон стартап школы Гомель об чем разважали на первых занятках. Редкие выдания и миниатюры у областной библиотеки имя Ленина открылась выстава, присвеченная 100-годзю костричницкой революции. А зараз об этом не только, больше подробязно. По выниках 9 месяцев на Гомельщине означается рост усих основных показчиков эффективности работы региона. Такая информация была гучена на сегодняшнем посаджении Аблова Конкама. Разом с тем только на достигнениях вы решили не спыняться. С экономикой в области ознайомился Олег Синтероу. Больше значная загрузка вытворчих могутностей, повышение рентабельности вырабляемой продукции и ее реализация с максимальным прибытком у темляку на экспорт, тем больше, что зараз означается активизация соцсетной экономики. У предприемства есть шанс развиваться больше активно, але выкорастовывать его не все и не усюды. На посаджении Аблова Конкама ситуацию проанализовали с великим тенденцией, которая означается в Беларуси и других странах. Если анализовать ситуацию в целом, то по выниках 9 месяцев экономика региона развивается достаточно стабильно. Но вот золиком того, что на запланованные объемы, если не вышел Мазевский нафтоперепроцовщий завод, воровый региональный продукт досягнул 102%, что больше прогнозу. Экспорт товаров вышеемо на 20% послуг на 13 на 30 миллионов долларов больше запланованных отременно промых замежных инвестиций. Экономика Гомельской области демонстрирует совсем неодренный рост. Радует, что все отрасли реального сектора работают выше уровня прошлого года. То есть у нас нет ни одной отрасли, которая работает с темпами ниже прошлогодних. Промышленность постепенно развивается 105,1% темп просто промышленного производства. Это с учетом того, что МНПЗ еще не вышел на прошлогодний уровень. Уменьшается количество убыточных организаций. Разом с тем, обмежываться только консультация и поспехов на поседжение оброганка Манистали. У речи, пылные недопроцовки у экономики региона так само еще застаются. Сирот наибольшь актуального – рост зарплат, распроцовка и реализация инновационных проектов, международное инвестиционное супрацовниство. А про чатаху необходимо распроцвать комплекс мер по поляпшению финансового стану организации будовничьей галлины. Тут шмат моментов, на які необходно звернуть увагу от больше эффективного выкрасывания ресурсов до знижения субика, что работ пропонуется узмацнить контроль и за предприемствами агропромыслового сектора. Упершу чергу по погашению ими запозыченности по отриманных пазыках и кредитах, тем больше, что гроши у шмат таких предприемств есть. Основой эффективного ведения сельскохозяйственного производства является получение прибыли. За январь-август текущего года по секции сельскохозяйства прибыль от реализации продукции составила 61 миллион рублей с увеличением к уровню прошлого года в 2,5 раза. Разумцы, полностью доведенные до сельскохозяйственных предприемств задания, выполненные только у девяти районных области, по сути, с чем комитету по сельскохозяйственной харчевани пропоновано распорцовать и предоставить о Аброуканкам так званую дорожную карту по подобщению ситуации в Голине. Олег Сентеров, Игорь Марыченко, телерадиокомпания «Гомель». Кукуруза на зерне у Гомельской области убрана больше, чем на полове площадей. Обмолочена коля 27 тысяч гектаров. Огольный на молот склав коля 190 тысяч тонн при середней уроджайности 69 центнеров с гектара. Лидерство отримливает Мазырский район. Тут уроджайность 102 центнеры с гектара. Доля площадь, отведенных под кукурузу на зерне, больше за 40% у масштабе краины. Это подкресливает не только особенность климатичных умов региона, но и значность культуры в формировании кормовой базы живелогадовли. Плануется собрать уроджай больше за 300 тысяч тонн, что позволит полностью обеспечить потребы в области. В первую очередь он пойдет на выработку концентрованных кормов для свиногадовчих комплексов и птушков фабрык. Сегодня на Гомельщине выпал первый снег. По словам синоптиков, для Кастричника такая зъява достаточно редкая. Однако в последний час начинает становиться обычной для региона. Интересный факт в том, что летость, первый снег так само выпал 26-го Кастричника. Зараз такая метеорологичная зъява нечеканностью для жахаров в области не стала. Об опадках у выглядзе снегу синоптики попереджвали загадя. У Гомеля были зафиксованы зранецы пять дробных дорожно-транспортных здареньев. В оголе, по словам супрацовника УДАИ, ситуация стабильная, и неких проблем першы снегу автомобилистов не выкликау. У ближайшие дни на территории Гомельщины прогнозуются невеликие дожджи. Такий характер надворья повинен заховаться до конца тыдня. Температура поветра у гэтая дни – днем плюс 9, ночью плюс 5. Стартап-школа Гомель, якая працует на базе Центра бизнес-эдукации Гандлёва-экономичного университета с поживецкой кооперации, запустила другий в учебный сезон. И он стартовал с бесплатного майстер-класса от бизнес-тренера и консультанта по копирайтингу. Стартап-школа Гомель працует с лютого этого года, и ее открытые майстер-классы уже наведали 170 человек. Само навучание проходит в формате интенсива по опроектованию и запуску бизнесу. Консультантами выступают поспеховые белорусские бизнесмены. Удельники – те, кто мают бизнес-идею для реализации, а ля покуль не володают с достатковыми ведами. Первый майстер-класс в осень сезону был присвечен просовыванию своего бренда с допомогой тексту и без додатковых укладаний. Бизнес-тренеры майстер НЛП распавела слухачам, с якими стратегиями можно выйти на рынок и как протягнуть метовую аудиторию. Это называется личный бренд, когда вы сами создаете для себя поток клиентов. И эта тема, она будет, я думаю, интересна всем. И новичкам, которые могут на старте заняться развитием личного бренда и привлечь внимание к своему продукту. И для тех, кто уже достаточно давно продвигает свои продукты на рынке и может, используя эти технологии, повысить количество клиентов, повысить стоимость, повысить интерес к своему продукту в том числе. У областном центре працует незвычайная школа. Ее вучни – люди разных взрослых и сфер деяности. А улику наставников, психологи и педагоги, яке рыхтуют профессийных волонтеров. Засновальники навучальной установы, Гомельский дом-интернат для детей-инвалидов, за сабливостями психофизичного развития, городская организация БРСМ, Гомельский завод литя и нормалев и доброчинное громадское объединение «Свет без межау». Социальный проект накерованы на подрихтовку волонтеров до реализации социальных программ. Курс навучения бесплатный и различные амаль на три месяцы. Сирот слухачоу, старшеклассники, студенты, выховальники, техничный персонал, керавники и те, кто только находится в пошуку працонного места. Первая группа с 18 человек уже приступила до занятков. Программа навучения включает три спецкурсы, основы волонтерской деятельности, теоретичную подрухтовку по пяти на прамках и практичную частку, якая будет проходить уже на базе дома-интерната в Снежне. Занятки в форме семинара, у тренинга, у творческих мероприемств, у тематичных гульня и дискуссий. Завершится навучение выниковым семинаром, на яким учням треба будет сдать экзамены. После выпускникам уручать сертификаты. Чем хороша эта школа, то, что молодые ребята, еще никогда не пробовав себя в роли волонтеров, они смогут уже быть подготовлены к тем моментам, которые зачастую становятся камнем преткновения между человеком, который хочет оказать помощь, и человеком, которому она необходима действительно. То есть, чтобы избежать каких-то социальных барьеров, чтобы избежать каких-то моментов недопонимания. Выстава редких выданья и миниатюр, присвеченная 100-годзю Кастрычницкой революции, открылась у музея редкой книги Гомельской областной библиотеки имя Ленина. На тематичной выставе представлены не только редкие и миниатюрные книги, присвеченные революции и ее проводырам, а ле и не книжные материалы. Гэта паштовки с веншаваннями, марки, гоноровые дипломы и грамоты, грошовые знаки переду Первой Су-Светной войны и советских часов. Сирот самых старых экспонатов – газовая лямпа, друкарская машинка и патефон. Проставленные у выставочной зале миниатюрные выданни 60-х годов выпускались специально до юбилея Ленина и революции, або в рамках идеологической работы для створения становчивого образа камунистичного руху. Собрания сочинений Ленина имеют на своих страницах фоксимилия его рукописных записей, документов, обращений. Есть книги замечательных деятелей, таких как Ворошилов или Орджоникидзе, на страницах которых также имеются фоксимилия рукописных записей или писем, переписок. Бесподобная, красочная, яркая коллекция миниатюрных книг, которых в общем можно назвать лениняно. Это все произведения, посвященные Ленину. Для гостей музея рыдкой книги, дзейничая интерактивная программа и фотозона «Конспиративная кватера», где кожным уже отчуться безаправдным революционерам у подполли. Гытые, а так само иншые новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by. Далее у эфиры «Спортивный агляд». З новинами спорту вас познайомить мой коллега Максим Савин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова